На территории Республики Беларусь проводится проверка силы реагирования союзного государства. До 9 ноября подразделение завершает перегруппировку и создание группировок войск на наиболее опасных направлениях. Взяты под охрану наиболее важные государственные и военные объекты, а также произошло усиление границы воздушного пространства в рамках единой системы противовоздушной обороны союзного государства. Сегодня на полигоне Брестки министры обороны вооруженных сил Республики Россия и Беларусь осуществили проверку подразделений в ходе розыгрыша одного из эпизодов по разгроманию незаконных вооруженных формирований, с целью которого ставилось согласовать действия подразделений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. По мнению руководителей учений, задачи подразделения справились. Основные элементы, которые рассматривались и прорабатывались в ходе отработки этих вопросов, это было огневое поражение с использованием разъединенных ударных комплексов, высадка воздушных десантов для блокирования кольца окружения населенного пункта, захваченных боевиками, а также действия штурмовых подразделений при уничтожении боевиков населенного пункта. На всех этапах рассматривались новые формы и способы. Наиболее сложный вариант действий это выдвижение общего войскового резерва с форсированием водной преграды. Вы наблюдали, что инженерные подразделения взрывным способом сделали майну, затем вклад в подразделения воздушно-десантных войск, а также мотоцерковых войск вооруженных сил Российской Федерации и Беларусь предоставляют водную преграду. По оценке руководства цели учений достигнуты. Мы показали прежде всего слаженность в анаслужащих Российской Федерации и Республике Беларусь. Мы готовы по всему. И взаимодействие с Российской Федерацией, я буду говорить про две составляющие сил специальных федераций Республики Беларусь и Логовича Александровича. Для вас же никого не секрет, что мы каждый год проводим до 10 учений совместно где открытые. Мы не боимся мешать нашим подразделениям, потому что наши командиры взводов, род батальонов приучат к данной теме. Мы работаем тесно, мы нарабатываем за 10 лет. Поэтому у нас здесь невозникательный вопрос. Совместное десантирование беспарашютное, совместное десантирование на управляемых парашютах. Вы понимаете, что такое смешанная корабельная группа? У нас одна школа подготовки, у нас одни требования под это. Вот оно и показывает тот результат, который мы сейчас обнимаем. Здесь не возникает проблем с асмоцентрой. Никаких. Техника, да, где-то уже разная техника, но основное вооружение, не берем броню, все остальное одинаково. Поэтому командиры подразделения обучены действиям. Ну а во-вторых, мы достигаем, когда командир батальона управляет различным вооружением, у него находятся БМГ, БТР, НОН и все-то, он управляет совместными группами. И до них это не возникает проблем, значит самое главное мы достигаем. Продолжение следует...